Майор Вадим Ворошилов на позывной Карае, который после катапультирования снова сел в кабину МИГ-29, подробно объяснил, чем этот самолет проигрывает российским истребителям. Сейчас летчик углубленно изучает английский язык, чтобы после принятия решения о передаче Украине F-16, чем быстрее пересесть на много целевой истребитель поколения 4+. Пока же приходится воевать на самолетах разработки 70-80-х годов, тогда как российские самолеты, к примеру Су-30, Су-34, Су-35, прошли глубокую модернизацию. Рассмотрим вопрос не количество самолетов, хоть понятно, что здесь речь не идет о паритете, а именно технологических возможностей. Основным показателем эффективной работы самолета-истребителей является уничтожение воздушных целей. Для того, чтобы обеспечить эффективность этой работы, необходимы следующие ключевые компоненты. Бортовая радиолокационная станция и средства поражения. К сожалению, враг преобладает нас по обоим критериям. Их РЛС видит в разы дальше, чем наши. А дальность основной российской ракеты Р-77 вдвое больше, чем наших средств. Кроме того, у них появились новые ракеты Р-37 с дальностью до 200 км, которым мы вообще не можем противодействовать. Поэтому нашим пилотам приходится в разы больше рисковать. Вадим Ворошилов объясняет еще один важный момент, который касается управляемых авиационных ракет. Если у нас они с полуактивными головками самонаведения, то у врага с активными. Что это значит? Если мне после пуска приходится дальше продолжать полет и подсвечивать радаром вражескую воздушную цель, то россияне выполняют пуски из гораздо большей дальности. Активная головка самонаведения после захвата цели направляет ракету к ней, тем временем самолет выходит с боевого курса и спокойно летит домой, не входя в зону поражения наших систем противовоздушной обороны. Карае резюмировал, чтобы перейти где оккупации территории и победить в этой войне. Нам критически необходима техника, способная противодействовать россиянам. Нужна не когда-то, а сейчас. А это прежде всего много целевые истребители поколения 4+, и достаточное количество дальнобойной ПВО.